Друзья, добрый вечер! Здесь потихонечку начинается вечер и сейчас я в эфир вышел вот Я хочу с вами поделиться и рассказать вам о жестах. Все, многие точнее слышали по поводу того, что существуют мудры. Так, 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 там по-разному еще по-другому складывать. Ну, в обычной жизни мы с вами практически все пользовались вот таким жестом. Типа, окей. Или там, другой рукой показывать. Большой палец вверх, все остальные пальцы сжаты в кулак. Так вот, что интересно. И это тоже мудро. Большой палец это пятый элемент. И это наш дух. Так можно сказать на понятном для большинства языке. Остальные пальцы это элемент. Мизинец это земля. Безымянный палец это вода. Средний палец, вот он жест. Это огонь. А указательный палец это воздух. И обратите внимание, как политики. Политики, когда выступают и декламируют, внимательно посмотрите, они всегда пальчиком вот так вот делают. Разные. Не буду имен называть. Сами всех знаете. Телевизор когда-то кто-то смотрел, а кто-то смотрит и до сих пор. Так вы понаблюдайте вот за этим жестом, когда они всегда делают пальцы. То есть они используют энергию воздуха для передачи своей мысли и своего намерения аудитории. Человек, который поднимает средний палец, типа фак ю и так далее. То есть он использует энергию огня. Энергия огня это соответственно... Это давление. Это сражение. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, не излечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Ну, безымянный палец никто вверх не поднимает. Мизинец тоже. Может быть где-то поднимает, я об этом не знаю. Если вы мне об этом скажете, я обозначение этого скажете, будет очень интересно. Пишите в комментариях. Но большой палец, типа клево, хорошо, окей. Это говорит о том, что душа согласна с тем, что человек увидел, услышал или ощутил. Чем, собственно, он и выражает свои чувства. Большой палец поднимаем, разговариваем, декламируем, средний палец поднимаем. В общем-то, два основных пальца это вот эти и двоеперстия. До сих пор используются грамотными священниками в христианстве. Они не складывают пальчики. Вот так. Они так делают. Вы посмотрите внимательно. Кто по храмам любитель походить, приглядитесь. Толковые они все делают так. А рассказывают всем, что надо делать так. Слушай, когда делаешь вот так вот, ты энергию-то фактически закорачиваешь. Это как плюс на минус забросить. То есть то, что ты молишься, что не молишься. Толку никакого нет. Когда ты эти два пальца складываешь, а землю и воду закорачиваешь, то у тебя намерение-то и работает. Воздух и огонь. Два брата-акробата. Это стихии мужского начала. Это стихии духовного. Вода и земля. Это стихии материального. То есть когда мы молимся, мы закорачиваем стихии материального. Не используем их в этой молитве, а используем только огонь и воздух. Вот почему это все происходит. А история почему двоеперстия отменили и вот так вот, это из той же серии, из которой отлавливали на инквизицию ведьм и делали все, чтобы народ потерял эти знания и не пользовался. Нужно, чтобы... Ну, деньги-то надо зарабатывать как-то. Если все сами все будут делать, ну, как деньги зарабатывать? Как народом управлять? Деньги даже не самое главное. Деньги это всего лишь инструмент для управления социумом и простолюдами. Поэтому подумайте об этом. Доброго вечера. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok